ну что всем привет у нас сегодня опять разговор про совместную разработку приложений и мы начинаем собственные уже непосредственно возиться с инструментарием который позволяет нам эти самые приложения разрабатывать ну так скажем эффективным и подобающим образом прошлый раз мы разбирались с стилем оформления который так или иначе относится исключительно к юзабилити не так юзабилити со стороны ваш коллег то ваш товарищи по разработке возможно людей которые будут в дальнейшем принимать участие вот напоминаю что все наши все наши разговоры ориентированы на разработку продукта под свободной лицензии потому что в противном случае там довольно много неудобств вас ожидает а уж на питоне так тем более и мы сегодня будем говорить про разные виды как бы сказать то по более общем разные виды информационного пространства заключенного вашим программным продукт то есть мы сейчас не будем говорить про интерактивное информационное пространство провод как мы там вспоминали про всякие бак трекеры вот это все а будем говорить про то как собственно делать документацию внутреннюю но я часть немножко поговорим про внешне к своим программ вот эта часть уже относится не только к хотя она по большей части разумеется техническое документирование относится к вам к вашему к процессу разработки но теми же средствами более или менее можно сделать документацию и пользовательскую и всякую так вот прежде чем прежде чем собственно заняться главным пунктом на сегодня техничным документированием давайте вспомним что в питоне на самом деле есть строки документации и они в общем то в общем то используются да мы с вами помним что есть прекрасный пидок который выковыривает из всех наших давайте попробуем у меня тут был какой-то примерчик а это гид потому что вот вот у меня есть допустим модуля бы из давайте посмотрим что там по нему пудок скажет не умеет он пидок папы док 3 потому что потому что к докторе вот вот модуль написано лично мною задокументированный и содержит много документации от меня а также у наследованная документация от нет это моя это моя а также у наследованная документация от разных других методов которые он использует объект в котором использует мы можем даже ему сказать что-то типа минус п минус раз три четыре пять шесть чего много два три четыре три четыре пять шесть вот запустить броузер но правда в этот броузер не весь но потому что он другой но мы можем отсюда зайти на этот самый порт три четыре пять шесть и вот увидеть всю эту документацию вот она бэйс вот эта документация красивая да это все вынуто из строк документации моего модуля вот вся эта красота значит ну реально это вы вынуто вот отсюда вот отсюда те самые строки документации мы знаем что так как можно они же выдаются по help и так далее однако строки документации как таковые это всего лишь инструмент да такое хранилище некоторых данных которые можно оформлять по-разному в том числе довольно красиво оформлять вот и как правило они строки документации используются помимо своего главного назначения документировать ну содержать пояснительный текст к работе к тому как воспользоваться функций или там класс иногда на них нагружают они используются как хранилище значимой информации во первых вы можете на синтаксис строк документации наложить довольно серьезные требования синтаксические как видите тут волшебные какие-то параметры присутствуют мы сегодня на них посмотрим вот что они значат и где и и и и зачем они это значат и так в общем работают почти все системы выгонки технической документации в том числе это с которым будем сегодня работать а именно сфинкс сфинкс это очень мощный проект как бы он на сегодняшний день пока что забил почти все вот возможно в будущем что-то поменяется но пока вот все делается нас однако может быть и другая интересная штука например мы с вами будем на следующий как раз лекции кажется нет через одну рассматривать такой остроумный модуль который называется док тест этот модуль позволяет хранить в строках документации не только документацию по вашей допустим функции но и тесты к ней причем тесты к ней оформляются как такой рассказ о работе функции собственно вот это это тесты на самом деле то есть доктор смотрит оба док стринг от вашей функции обнаруживает там вот такую конструкцию и валит ее обнаруживает там вот такой результат проверяет этот и валит его и проверяет этот результат с результатом работы этой конструкции ну и так дальше или например запускает такую конструкцию и валит ее и смотрит была ли такая ошибка как здесь написано то есть в действительности содержимое док теста до док стринга с точки зрения модуль док тест является синтаксически важным вот и здесь мы можем можем наткнуться на конфликт с другими дисциплинами оформления строк документации в которых другой синтаксис тоже синтаксически важный но он означает другой там семантика совсем другая да вдох тест хранить здесь тесты а сфинкс хранит описание параметров ссылки на другие методы и так дальше и так дальше короче красивый технический гипертекст хранит фикс вот то есть мы можем напороться на конфликт семантик еще один способ за объявить как это сказать использовать док тест по другому назначению это хранить там конструкции на каком другом языке программирования самый типичный вариант использования это засунуть в док стринг например грамматику для парсера для синтаксического анализатора то есть вы пишете синтаксический анализатор и у этого синтаксического анализатора должно быть должен быть какой-то такой вот bnf похоже похоже на bnf синтаксис в каком месте хранить ваш bnf варианта 2 в отдельном файле 3 варианта в 2 3 в отдельном файле вместо bnf хранить код на питоне который будет слегка похож на бнф такие попытки тоже были или засунуть вот этот интерпретируемый код bnf внутрь док стринга а потом полезть в этот до стринг и значит на основании того что тут написано вы как бы использую ну как бы интерпретировать собственно сам бы на очень часто это вот как раз применяется именно в парсер генераторах потому что потому что хочется потому что хочется чтобы она там было вот вот этот подход засунуть грамматику прямо в строку документации сейчас дать попробуем вот здесь такого нету видите он он партий эту строку документации отдельно да но как вы понимаете такого нету но в общем не везде так тем не менее это делается довольно часто там не знаю моем любимом той парсер генераторе так делается и вообще если вы хотите всунуть в питон поддержку какого-то иного синтаксиса и чтобы ну там допустим другого языка программирования и что-то что-то такое значит там парсить то очень часто люди значит не в силах противиться соблазну засунуть это в док стринг значит считается ли приемлемо использование строк документации внутри кода не просто приемлемо используя строк документации внутри кода это то для чего строки документации нужны собственно именно поэтому в языке программирования питон отдельно есть комментарии которые кстати тоже можно выковырить с помощью инспектора как мы говорили в прошлом в прошлый раз да отдельно есть комментарии отдельно есть строки документации являющиеся синтаксической частью вашей программы так что да конечно использование строк документации внутри кода это собственно то для чего строки документации придумали вот мы же с вами знаем что help так работает он ходит к этой строкам документации более того вот только что я рассказал историю про то как в строках документации хранится вообще значимая информация то есть такая информация без которой ваш программа не заработает вот если вы хотите убедиться в масштабах бедствия просто сходите на пупы поищите там слово док стринг вот вы видите 100 500 генераторов док стрингов и еще 100 500 модулей которые в док стрингах что-нибудь важное хранят не сто пятьсот но а один пятьсот полторы тысячи таких полторы тысячи сетях ну грубо еще одна с прошлого семестра оставшиеся заметка которую я в прошлом семестре прям посчитал нужным отдельно объяснить а в этом семестре не знаю ну понадобится она нам или нет но пускай понадобится эта заметка про ту самую ту самую тот самый плагин к вему который у меня периодически ругается на фэн-шуй при оформлении при оформлении кода вот 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 видите сколько плохого нашел мне вим вим нашел в моем коде вас все это чистый фэн-шуй ни разу не ошибки да это все флейк это флейк флейк это асигма днями на рьюз это какой-то код но в общем вот в общем вы меня поняли интересно почему у меня тут она рьюз ну ладно не рьюз так на рьюз вот а значит мы с вами уже знаем трюк как это дело а как от этого дела избавиться надо использовать какой-нибудь формате и он сам все нам отформатирует но я сейчас про другое я сейчас про то каким способом вим значит вообще умеет это делать вим это умеет делать с помощью плагин который называется синтастик вот синтастик от здоровенный такой плагин который имеет сто пятьсот разных языков программирования вот точнее сказать он он знает про то как проверять эти сто пятьсот языков программирования и вызывать соответствующие проверяторы а потом парсить вывод этих соответствующих проверяторов ну и соответственно вот по умолчанию используется флейк 8 и кажется кажется все вот но вы можете подключить что угодно например я тут обнаружил если поставить этот самый пылинт он более жесткий то синтастик будет пылинт использовать в качестве чекера вот и это будет гораздо более печальная сам печальная тема потому что пылинт придирается ко всему подряд он не только к пеп 8 придирается но и к несоблюдению какого-нибудь стиля вот значит у синтастика есть свои собственные команды на перемещение между вот этими ошибками посмотрите help вот и там прям вот у синтастика можно самому можно самому тут ведь даже пример прямо для питона можно самому спросить или самому задать какими конкретными вы будете пользоваться чекерами для проверки видеть тут майпай майпай для возможно для проверки четкого синтакса если вы это хотите и флейк 8 для проверки этого самого синкса но мы можем например добавить сюда пидок стайл и тогда он будет еще ругаться на оформлении строк документации вот значит в дистрибутивах в дистрибутивах тут даже видите у него должно быть в полное описание ошибки может по папам исполнить в дистрибутив себе есть вальт linux наших альтовых есть хорошо поддерживаем плагин синтастик так что его ставить не обязательно если вы хотите поставить куда-то где он у вас устарел или отсутствует вот значит сайта инструкция вы в каталоге вим создаете такой глубокий дерево под каталогов не знаю зачем так глубоко но так надо вот это слово ран на самом деле может означать что угодно тут может быть написано что угодно здесь нужно взять синтастик на самом деле потом клонируется туда просто весь синтастик в это место вот и перегенерируйте help чтобы вас help заработал все начиная с этого момента поскольку у вас в старте лежит этот плагин начиная с этого момента он начинает время работать вот ну вот соответственно поле как это по ходу программирую портальчик он тут правда у него просрочил сертификат но я думаю что ничего страшного портальчик вимейсом плагинов к виму коих тут коих тут чуть-чуть у него со шрифтами вот он коих тут тысяча девятьсот четыреста шестьдесят две штуки вот ну вот понимаете да нет я соврал 19 тысяч четыреста две штуки да да вот то есть там этих плагинов чертова прорву вот синтастик кстати вот совсем совсем недавно обновился буквально вот 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 на днях же такая вот карте вот понятное дело что большие ды и умеют проверять все это сами умеют работать со всякими синтекс чекерами и все такое но большими и даем мы с вами в этих лекциях не занимаемся просто из соображений того чтобы заниматься питоновый только питом пожалуй главная на сегодня тема про которую будет не только бла-бла но и демонстрация это техническое документирование что такое техническое документирование техническое документирование ситуация когда вы пишете код и параллельно с написанием кода пишите инструкцию как ну хорошо не код текст программы пишите там какую-то библиотеку много библиотеки модуль службу что угодно программу на питоне большую и параллельно с программой на питоне вы значит пишите какой-то текст который позволит вашим коллегам и вообще людям которые которым вздумается воспользоваться вашей программой или ваша библиотека вашим модулем и так далее как программистам позволит им разобраться вашим код то есть это документирование самого исходного кода при вложении туда семантики отсутствующий отсутствующий в питоне мы помним с прошлого раза что это относится к строкам документации комментарии мы вообще к любому сопроводительному тексту вот мы помним что основное правило не писать на языке естественном то что уже написаны хорошо читается на питоне вот то есть ноу как это но код смел должно быть да но с другой стороны если речь идет об организации совместной работы особенно большого количества программистов возможно вы захотите прямо детально описать как работает как устроено там не знаю дерево классов большое про каждый класс документацию оставить как работает каждый метод и так дальше и так дальше вот примерно это я буду иметь в виду когда буду говорить про технической документации на что он технической документации может означать раз я буду говорить про документирование исходного текста традиционно значит питание с очень давних пор использовался фреймворк который назывался dog utils вот тут где-то был логотипчик вот он видите какой древний логотипчик питона чуть ли не первый это в общем вот кстати этот фреймворк жив вполне себе существует работает вот давайте посмотрим последнее обновление было на прошлой неделе или позапрошлой сайт который мы смотрим написан на этом самом dog utils вполне себе такой гипертекст вот вот для именно для того чтобы для того чтобы пользоваться время так писать документацию на питоне даже был разработан специально тоже ведь он чем source for the force и хостится такой вот солидный с большой историю проект вот значит именно для того чтобы можно было писать для dog utils документацию на питоне был даже изобретен свой собственный довольно сложный формат который называется restructuring текст вот формат абсолютно живой развивающийся по сей день вот он как раз жив живее всех живых этот формат специально разработан для того чтобы делать в первую очередь html страницы но на самом деле мульти output потому что там можно его и пдф ки делать его тех и еще чего-нибудь вот значит специально разработан для того чтобы писать гипертекстовую документацию по питону именно так гипертекстах документ гипертекстовую к документацию по питону вот сохраняя при этом исходный код исходный текст как можно более читаемым вот чтобы у вас не получалось как знаете вот вот дал бук до dog book от документация написанной в xml и специального модель специальной модели до защитнуться специальные шаблоны так вот чтобы не было такого что документацию невозможно читать в исходниках а можно читать только в ну после после печати или после рендеринга restructure текст это одно слово не то restructure текст предназначен ровно для того чтобы весь ваш текст можно было совершенно спокойно абсолютно без проблем прочитать в исходном виде глазками и считать что это такая текстовая документация вот пример списков например да вот пример списков пример там не знаю описание изображения которое должно выглядеть ну и там вот поскольку это довольно старый фреймворк тоже restructure текст он синтаксически достаточно сложно когда все это придумывали не был такого банда из миллиона питон недопрограммистов которому как недопрограммистов из миллиона людей миллионов людей программирующих на питоне не не будучи программистами такого значит остаться не был поэтому довольно довольно серьезный такой формат в котором возможно практически все из него можно книжки делать и так далее ну вот есть ссылочка на то как этим как по быстренькому значит что-нибудь делать как коротенькая ссылочка на синтаксис обратите внимание на всякие плюшки как например таблица делается в виде таблицы и распознается после этого но если вам лень писать вот так можете сделать вот так тоже распознается да это что сыровых плывет с футноты до якоря ну и так дальше и так дальше вот как видите довольно развеситый синтаксис умеет всякое у него довольно забавно среду этого синтакса с гиперссылками кстати вот сейчас пока покажу он настолько ну как бы старый не старый но настолько значит идеологически из немножко других времен что гиперссылка это считается времена как ссылка то есть вот вы указываете гиперссылку в тексте а в результате у вас получается и гиперссылка и потом еще а список как в википедии список ссылок вот вы тут сослались на питом вот питом почитайте глазками этот уровень вот такая вот интересная история вот такой вот такой вот формат как раз в нем то мы и будем писать нашу документацию естественно мы не будем пользоваться с первоначалу полным винегретом всего что поддерживается restructuring текст вот но почему бы и нет в конце-то концов да удобная штука на ней можно написать много чего значит для тех кто не хочет страдать я вот пока готовился сегодня к лекции обнаружил такой проект называется ретекст и это на кутэ написанный примитивный редактор restructuring текста давайте его просто вам покажу так значит напоминаю что я не помню был ли у нас разговор про пипен я вставил в план лекций аккуратный разговор про пипен в одну из предыдущих лекций поэтому если у нас был неаккуратный прошу меня простить его видимо не будет но если вдруг не было разговора про пипен это такой вирту лент кстати он еще будет у нас это такой вирту лент в которой обла отличается от от классического вирту лента тем что он складывает свои свои ну все виртуальное окружение в специфический каталог вне того дерева каталогов с которым мы работаем поэтому когда я сказал пипен пипен шелл то у нас запустился шелл у нас в паз как обычно вставилось место с вот этим виртуальным окружением это место черт знает где вот единственное что залипла у нас в окружении это переменный файл пип файл в котором описаны зависимости нашего пакета ну вот про этот пип файл мы потом поговорим через пару лекций когда будем заниматься зависимость вот данный момент я пользуюсь пипен вам для того чтобы взять и в произвольном каталоге потестить что-нибудь а потом выйти удалить ну что вот давайте попробуем этот самый ретекст называется он просто пип стал ретекст вот пока он ставится он там сейчас собой вытащит дофига всего включая куты вот так что там за ругался раньше не ругался а он а пристан игнор здесь террор ну и хорошо что-то там с диск топами ну блин вот я значит давайте мы прям посмотрим как это работает берем документацию по в тексту какую-нибудь ему с его собственно он же она же наверняка написано наверняка же она документация при тексту написано в restructure тексте ну я уверен в этом совершенно вот давайте попробуем документация при текст а нет это нам нас пошлют на самый старый сайт так но я хочу документацию при тексту пожалуйста ну где ну где ну ладно давайте в другом месте найдем мне показалось что она там должна быть на 4 не вижу просто давайте сюда посудим на quick restructure текст и посмотрим ну что нибудь там же есть какая-нибудь ну вот о шикарно тек просмотр живой но он решил что это не а то номера этот лист а этот самый да а что будет да он он решетка считает считает этим самым да а вот так вот наверное будет вот вот как надо было делать а вот ну чё там давайте мы еще начать напишем тип вот такое и это у нас значит выделение такое да там чуть-чуть бывают ну короче у меня понял а слушать а может быть он считает что это что это не рестракция тех-то markdown вот чего ну короче умеет он чего-то это делать вот как-то никогда этим не пользовался всегда писал файлы так но вот если что такая штука есть вот давайте попробуем какой-нибудь дня это он считает марга это к маркдауном он считает а а почему нырест не хочет ну блин ладно бог с ним мне казалось что он работает ну нет так нет написано что умеет рестракции текст возможно ему надо что-то надо что-то поставить какой-то маркапс да нет ща извините туплю ну о нет все таки он работает все таки он работает вот юбершифт тут был написан юбершифт ну а тут вот нет ну в общем вот это к вопросу как все это редактировать можно изучать вот этот синтекс он хотя и развесистый но с виду то не сложный вот можно значит пользоваться каким-то визе вигом что визе виг штучками в общем дело такое да тут меня спрашивают если проверка у питаниях модулей на публикацию и нет ли там антималвар мероприятия да все время проходит этим антималвар мероприятия следите за новостями каждый раз чем-то находит вот конечно они есть вот значит да так вот что-то я заболтался на самом деле пора уже переходить главной теме главный инструмент разработки технической документации а также и не технической а на самом деле практически любой документации на питоне называется сфинкс вот он и это очень здоровенный проект который умеет в общем а практически все по этой причине он а значит и используется практически везде да то есть документацию на сфинксе пишут не только на не только для питона до кидру линукс есть вариант форматирования документации в сфинкс вот то есть ну вот вот настолько сам по себе это инструмент просто форматирование рестрация текстов с зачесом на питон вот а да я забыл сказать что документация по питону тоже делается на сфинксе я забыл они не забыли вот это вот сфинкс вот со всеми плюшками с поиском джаваскриптовым с индексацией вот вот это вот он и есть вот изначально его делали специально для того чтобы документировать питон но сейчас делать прям вообще для всего мы с вами будем рассматривать несколько специфичный разрез этого самого сфинкса когда он автоматически генерирует документацию из докстрингов засунутых в наш в наш исходный код это не означает что это главное его применение на самом деле не вовсе нет да очевидно же что вот эта документация там титурил он тоже написан на сфинксе кстати там наверняка где-нибудь есть исходник 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 не нету исходника нету исходник вот иногда бывает можно посмотреть прямо исходную страницу нет не может нет там исходник это же генерат чай несу конечно вот так вот значит понятное дело что это специально делается специально подготовленных написанных на restructure текст файлов вот но мы с вами буквально несколько строк так таким образом напишем а в основном будем выгонять документацию из это сегодня в оси мистер проекте разумеется надо писать будет помочь вот умеет он раскрашивать синтаксис умеет он всякие темы разные использовать не только классическую вот для питонок скажем тема своя немножко вот умеет он в разные виды документации в маркдаун кажется умеет но лучше использовать все-таки restructure текст вот и и куча всего он умеет на самом деле вот если почитать что он там умеет вы потеряетесь просто все это выглядит как подготовка дерева файл файлов из формате restructure текст со ссылкой на всякие внешние ресурсы и картинки а дальше пережевывание с помощью самого сфинкса и генерации ну допустим хтм основная главная идея это как раз их тимы и не а значит ну чё давайте поделаем уже давайте вы что-нибудь поделаем тут ничего интересного отсюда мы выходим давайте мы напишем какой-нибудь класс мы прям тупой вот даже я бы сказал не просто тупой а мега тупой сейчас скажу вот вот мега тупой мега тупейший класс заранее подготовлены мной когда я сегодня готовилась к лекции это попросту список у который может поле у которой есть полиментное сложение полиментное вычитание полиментное умножение и деление на число полиментное минус и собственно все вот как видите я даже не поленился его задокументировал но задокументировал плохо вот мы с этим как раз сегодня будем разбираться ну вот такая вот вот такой несложный не сложный класс сейчас мы даже попробуем им воспользоваться вот как выглядит документация ну ничего так выглядит документация вот пожалуйста значит наши методы в наше описание вот тут правда нам приехал help от предыдущего метода вот а тут пошли inherited методы которые которые нам не интересны потому что это уже все из листа приехал ну так вот так себе документации да чем можно сделать ну там вы равняется вверх вверх вот там раз два три четыре пять там вверх что да я еще вот такой сделал старта ну вот и чем мы можем сделать мы можем их складывать и можем удержать их на число такая вот такой значит как в нумпы чё а ну да вот примерно как в нумпы это делается ну просто вот тупейшая тупейшая штука сейчас мы с этой тупейшей штукой начнем ее документировать вот это собственно главная идея сегодняшнего разговора вот быстрый старт говорит быстрый старт поставьте сфинкс но сейчас поставим сфинкс значит мы говорим пипенк шелл жук мы говорим пипен стал сфинкс вот насосал много всего интересного для сфинкса видите сколько всего нужно вот прям прям кстати докутилс тоже используется но это понятно почему потому что кто-то должен рестратор текст попасть в общем насосал довольно много интересного он даже бабель при 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 сасал потому что бабель это перевод а сфинкс умеет переводить документацию но вернее поддерживать документацию на разных языках не знаю успеем и для этого дойти когда будем заниматься переводом или не успеем не буду брать вот в общем сфинкс как уже было сказано довольно здоровенный модуль он хочет для своего функционирования много всего интересного хотя как вы видели ничего военного никакого бинарного кутэка в случае этого редактора он собой не притащил вот ну и что нам советует методичка запустить запустить квик старт давайте запустим квик старт вот у него есть на самом деле все что он спрашивает можно указать ему в командной строке чтобы он ничего не спрашивал но давайте мы уж как 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 сказали квик старт такой wizard он говорит вот говорит где у вас документация лежит ну допустим она лежит в каталоге док вот тут он спрашивает про разделение сорса бил честно я не знаю про это ничего давайте скажем ноу не знаю не знаю вот у вас будут в вашей документации например картинки и вообще файлы которые вы статически подкладываете вот он спрашивает с какого символа начинается какой префикс у каталога где будут лежать эти файлы пускай будет подчетки project name даме вектор конечно даме вектор вот автор ну допустим я project version ну допустим маленькая что-то он тут с релиз спрашивает но видимо не надо что с релизом писать язык пусть пока английский restructuring текст в качестве исходника документации вот index.rst в качестве базового документа а дальше он спрашивает всякие интересные штуки например будем ли делать электродную книжку епаб он тогда скачает еще немножко модулей хотим ли мы включать док стринги из модулей мы хотим но давайте наверное давайте наверное скажем пока ноу а потом вставим в конфигурационный файл все что мы хотим да ток тесты intersfix to do coverage image mass в общем все остальное мы пропускаем мимо ушей прям таки пропускаем здесь у нас спрашивают создаватели makefile значит проект то в общем тоже не молодой и он вполне значит пользовался раньше makefile makefile в принципе не нужен мы сейчас за него мы его создадим его заглянем там лежит одна команда вот мы эту команду выполним и дальше можно будет про makefile забыть и выполнять ее руками у кого нет makefile он может создать батч файл для винды но естественно мы этого делать не будем ну собственно все вот у нас в результате образуется каталог docs а в этом каталоге docs целая инфраструктура по разборке документации базовым файлом для него являет для нее является makefile index rst это то место откуда документация начинается давайте мы на него посмотрим типичный restructured текст здесь это комментарий вот это заголовок это содержимое содержание это ну в общем вот чем можем сделать можем взять какой-нибудь текст на реструкчере тексте да да вот конечно ну да это такой синтаксис как сослаться на питонию конструкцию мы говорим вот у нас есть такой питоне класс под названием лист на самом деле там не класс но сейчас неважно вот и можно не сослаться и если включить например интервики он может даже сослаться он узнает в этом самом ссылку на другой класс и может пойти по урелью и сходить на другой на другой сайт и и разрешить его в правильную ссылку но пока пускай будет там пускай так будет значит что сейчас произойдет сейчас произойдет выгонка абсолютно бессмысленной пустой документации который ничего не содержит из этого самого файла давайте попробуем так знаете что сделаем ну давайте так сначала просто cd docs и и мы мы да не хтмк хтм хтмл я сказал ну вот он забрал какой-то хтмл это абсолютно бессмысленный хтмл на самом деле давайте мы где-нибудь откроем тут ой не попал да да блин чё-то я тороплюсь о так docs build помните мы говорили что каталог будет называться build хтмл и дэкс хтмл ничего индексы пустые таблицы пустые текст который мы тут написали вот он этот текст вот такая вот пустышка сейчас мы эту пустышку чем-то наполним ну чем мы можем наполнить ну например сюда вот можно положить какую-нибудь какую-нибудь картинку какой может картинку картинку какую-нибудь ну ну вот что за картинка какая-то картинка давайте на нее сошлемся на эту картинку из нашего из нашего индекса rst как мы помним там должен быть должен быть имидж да ну-ка вот он ну вот где то это и мы хотим сделать собственно вот практически это нам и нужно написать ну вот здесь вот напишем вот так вот только не имиджис а статик ну и соответственно там не был один а что у нас там было питом ну и пробуем так а да я обещал что мы с вами не будем исполнять мэйка будем исполнять сфинкс билд ну давайте вот так вот берем отсюда вот эту бигачку и сразу все увидим мэйк ты мы вот вот на самом деле надо вот это был сказать поскольку там другой команды нету то этот мэйк файл в общем-то не нужен хорошо давайте посмотрим что у нас получилось о вот он питончик тот самый питончик имидж которого мы только что встали ну в общем и так дальше и так дальше кстати не работает по класс лист а почему не работает по класс лист это интересный вопрос а потому что вот тут надо было написать не так мне кажется а может быть я не включил какую настройку но сейчас мы что-нибудь все включим все получит так во первых там нужно было написать не так но мне кажется это не поможет это надо включить какую-то настройку вот здесь вот надо было написать вот так вот но мне кажется это не должно помочь это помогло то есть обратные кавычки в restructured тексте означает далеко не то же самое что в маркдауне это какой-то отсылка к внешней сущности которую должен отдельно интерпретировать вот он и интерпретирует хорошо значит что мы хотим мы хотим на самом деле вставить в наш нашу документацию ссылку на внутренний текст вот на вот на вот это вот вот на вот на вот это вот на не обвес он называет совет вот на это хорошо давайте так и сделаем давайте значит почитаем как в сфинксе это делается сфинкс 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 ум ну давайте лучше почитаем в плане лекции там написано больше а там сразу на автодок она называется вот значит эта штука называется автодок его надо включить вот включить конфиг файли где-то там где включаются расширения сейчас мы это найдем вот это не здесь ну и где это как сам конфиг это тоже не то а как его включить то ладно давайте посмотрим разберемся значит docs conf.py сейчас мы все найдем о автодок автодок кто кто его нету но я знаю где он он должен быть в разделе экстеншенс во во значит нам нужно включить сфинкс .x . автодок давайте еще раз убедимся что это именно так вот но по-моему тут даже где-то в тексте это написано что надо его включить если нет давайте найдем это в документации ради ради ну вот это автосаммери это его настройка да где же оно блин я знаю что нужно включать я хочу чтобы в документации это было написано ну ладно почитим немножко это сам модуль кстати не очень большой а нет большой так ну я понял значит предполагается что мы все это знаем наизусть смотрите вот название расширения на самом то деле вот вот название расширения это название расширения надо просто вписать вот в этот списочек расширение которое мы используем по-моему надо надо написать вот так мне кажется то вполне достаточно для того чтобы автодок включился давайте проверим что там у нас было сфинкс билд во да только вот только там надо еще сказать с билд билд в каком каталоге да секунду ну ладно тогда давайте сделаем как было сделаем отсюда сфинкс билд в конце концов что о значит давайте посмотрим что получилось но я думаю что о где она тут у нас вот она ничего не изменилось потому что ничего не изменилось потому что мы ничего еще ничего не вставили вот ничего не изменилось главное ошибок не хорошо теперь давайте настроим этот автодок чтобы он наконец выковырил автоматически нашу документацию из файла файла а а че нам говорят нам говорят что чудес на свете не бывает автодок сфинкс формирует очень простым способом просто все импортит а потом разглядывает на импорченные докстринги по другому он не умеет поэтому мы должны сказать где у нас лежат исходники исходники у нас лежат видимо вот здесь вот мне кажется ну то есть они лежат мы вот сейчас находимся в каталоге находимся в каталоге дом а исходники лежат вот там вверх да вот так давайте попробуем посмотрим что получится make ну build known found а это вот этот файл понятно он говорит что ничего не изменилось ну да а во вторых нам нужно сказать собственно включить этот автодок потому что сейчас никакого автодока нет давайте мы заведем файл прям назовем доми вектор а нет не так заведем файл включим его назовем его ну знаю что там дом данный век вот такая строчка означает сделать ссылку на соседний файл под названием данный век . rst так данный век . rst а вот сюда мы вставим собственно директиву директиву автогена которая называется которая называется авто модуль авто модуль что там у нас век век или вект 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 вот что в этом авто модуля давайте мы поищем документацию по авто модулю чем должны указать ему этому авто модулю мемберс сейчас посмотрим мемберс превыет на эндерс мемберс вову 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 Chao вот так давайте тогда уже раскрасим красиво напишем здесь вот заголовок да что типа даме вектор itself игру скажем что это вот те пробуем ничего зависло черно зависло что там происходит ну вот непонятно что там происходит но хорошо а спинкс сфинкс бил там происходит и он и он и он что-то застрял ну дать его прибьем вот значит дать попробуем еще раз этот бил запустить в как видите он уже больше всяких штук нам показал по моему дать попробуем посмотреть что у нас тут происходит в результате вот даме вектор инселф а в доме актинселф а почему-то один только класс в котором написано даме вектор класс и больше ничего вот значит что не так давайте посмотрим что не так а вот тут есть такая штука как отдых мемберс и привык мемберс вот привык мемберс это те мемберы которые начинаются на подчеркивание вот а у нас они там все на подчерки начинаются то есть нас ничего кроме самого класса ты нет вот если бы если мы смотрите если у нас был ой если у нас был хотя бы один метод который был неприватный мысленно подчеркивание начинался то он бы нам задокументировал его давайте с документами напишем какой нибудь дев 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 дамп дамп селф до дамп ол контент понятно что он ничего такого не делает так на точечку должно заканчиваться спасибо пыдук стринга пыдук ставил да ну и там for in self print и вот вот в этом случае я думаю что так как не все так сначала перейти туда ну-ка 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 давайте мы еще раз посмотрим не надоел писать cd каждый раз я хочу перейти в этот каталог так минус д по это не она минус да билдер это html но попробуем просто гуру грубо говоря вот так вот да а о все dogs так бу 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 почему питон 27 кто сказал питон 27 кто-то 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 мне запускал сингс от второго питона вот интересно интересно но хорошо пускай будет сфинкс был 3 вот другое дело нет тоже не тот сфинкс а почему мы погодите погодите о наконец-то значит это я виноват у меня сфинкс не тот запускался значит сейчас запустился тот сфинкс все теперь все хорошо этот свежий сфинкс запущенный запущенный из правильного места вот 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 из правильного места теперь все хорошо так смотрим ну и чего а где а где этот самый не понял юмор ну давайте проверим ну-ка еще разок вроде бы я это дам даже непонятно непонятно почему не сдокументировался хорошо давайте тогда включим все-таки в этот самый включим все-таки вот здесь вот только не в индексе а вам в доме веке включим здесь приводит приводит мемберс может быть может быть а так от нас отстанет сейчас где это было вот приводит мемберс и заодно посмотрю по все равно не работает а че сделан не то господи прости конечно так дубль 2 значит убираем сначала приводит мемберс формируем эту самую нашу документацию смотрим вот сюда видим описание функции до метода дам больше ничего нету вставляем приводит мемберс перед генерируем документацию смотрим вот сюда и и видим документацию по всем методам чего нет я же сказал привет ними еще сделал неправильно не получается я не понял юмора так а может мне приводит может быть господи не доглядел приводит это которые значит а то что мы с вами делаем это называется спешил мемберс в тупой я привет мемберс это те которые начинаются на подчеркни два подчеркивания но те которые начинаются и заканчиваются являются специальными методами а это спешил мемберс вот теперь все должно перегенериться уже в количестве ну ка ну вот значит это что касаемо генерации выгонки документации но как вы уже видели в принципе никто не мешает вам положить какой угодно текст в какое угодно место каталога в данном случае док вот чтобы из него наш сфинкс выгнал документацию вполне себе такую хотим эльную красивую вот это все вот значит картинки ссылки ну вот ссылок тут нету давайте я попробую какой-нибудь ссылку еще вот так просто скопи бастим отсюда посмотрим что получится интересно dogs индекс и рост так нам на самом деле надо ускоряться но давайте сейчас мы это самое вот тут вот вот обратите внимание на то как форматирует я зачем-то сделано только формате форматируется гиперссылки сама гиперссылка отсутствует там она где то есть в списках этих самых ссылок в конце а здесь вот пожалуйста поэтому орг все как у людей вот нам наш проиндексировались наши функции все вот тут есть еще такая фишка мы можем в конфиге включить ссылку на на исходники ща док конф.пы sources не здесь не здесь не здесь не здесь а где же это нет или это такое расширение это видимо такое расширение ссылка на солнце с ну хорошо попробуем не команды rehash это значит узел и есть тут меня спрашивать что дело команды rehash узел и есть один странный одна странная бога фича после появления в пас в каталогах у присутствующих в пас новых бинарников он их не видит пока не скажешь rehash потому что он все бинальки хэширует чтобы каждый раз не ходить в каталоге соответственно у меня запускался 3 себя из два седьмого питона системный сфинкс просто потому что я поставил сфинкс а rehash не сделал такая фигня мне можно было выйти и войти в окружении тогда бы это заработало или сказать rehash так я хочу я хочу давайте проверим вот я сегодня готовился когда клец и я эту штуку делал давайте проверим где это все-таки указано да ну ёлки view код вот блин назвали то вот смотрите какая штука если мы сейчас включим в наш в наш этот самый наши экстеншен и view код еще то он нам будет генерировать ссылки он нам положит в документацию исходный код нашего нашего модуля и будет генерировать ссылки на него ща ну-ка пробуем о видите да он за хайлайтил ну-ка source тогда красота полная вот продал по ширине какой-то такой немножко алебастровый но с этим тоже можно побороться так значит но это еще не все потому что смотрите у меня некрасиво нарисованы все эти самые давайте мы вот давайте ну не знаю там за какую-нибудь функцию законите задокументируем получше чтобы задокументировать функцию получше чтобы задокументировать функцию получше мы даже не будем поскольку время у нас поджимает мы даже не будем сейчас ручками это делать а просто посмотрим как это сделано в соседнем проекте ну скажем вот ща вот в этом самом great project вот у меня есть некоторый проект который я готовил в качестве примера к такого игрушечного мини и микро на на наносиместровый проект в который есть все что нужно только логики нету вот и вот этот проект давайте на него посмотрим он задокументирован уже более развеситым образом вот смотрите вот эта документация к модулю вот эта документация к классу вот кстати я тут вычитал что хорошим тоном является в документации к классу в действительности указать документацию к имиту вот ну потому что вы видите класс и смотрите как он работает этот конструктор этого класса до документации к нету там можно написать например что еще делает этот и нет а вот параметры master title control master title control как видите описаны в документации на класс ну просто такая такая договоренность вот документации функции перевода да да значит вот обратите внимание что я следую 257 что ли пепу не помню какому короче по оформлению докстрингов короткая строка длинная строка обратите внимание также на то что вот это вот нотация с параметрами и возвращаемыми значениями там еще должен быть return где-нибудь нету return но в общем да это нотация тоже следует дисциплине оформления кода докстрингов согласно пепу но при этом она в нее умеет еще и этот самый в нее умеет еще и things то есть если я сейчас на этом проекте запущу сейчас дайте посмотрим как это делается о так только надо сначала ему сказать тоже выйти из этого шелла сказать вот сюда вот great project сказать пепенов шелл вот и вот тогда уже у нас будет сфинкс пилд вот значит вот я выгнал документацию из этого более сложного проекта со всякими со всякими интересными значит дополнениями ну не со всяким конечно небольшим количеством интересным вот давайте мы теперь откроем файл вот не этот а вот и этот build сейчас я сказал build и любил билл билл вот я чувствую там есть каталог по имени билл html индекс html вот смотрите вот документации по проекту сам смотрите как красиво только немножко странновато но красиво почему он так узкий вот надо что-то сделать с темы вот такой ширины темы это конечно не для людей вот до обратите внимание также на то что она еще переведена мы посмотрим как это получилось а она не передавали написано на русском вот почему такой ширины страшно можно тем поменять кстати да кто им или тем классик попробовать поставить дать попробуем я не начну не претендую но вдруг она сейчас алабастер давайте попробуем классик я все равно узкая ну не знаю тогда чего отняли что что как-то поменять кроме как вот та самая очевидно что такой такой ширины это в телефоне может смотреть вот хотя кстати читать можно ладно возможно я загорюсь и все-таки сделаю посмотрю как это можно поменять человеческим забили так 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 это я сказал это я сказал это я сказал значит смотрите давайте продолжать потому что на самом деле у нас есть еще несколько тем про бла бла здесь все понятно значит вас первая главная тема состоит в том что если вы делаете пакет для питона то практически на автомате вы можете вашу сгенерированную документацию публиковать на этом самым реды докте вот то есть если вы если вы собираете свою документацию с помощью сфинкса и публикуете на гитхабе вы можете на совершенно автоматом абсолютным автоматом сделать репозиторий из которого будет выгоняться документация публиковаться на реды докс точка его вот о то сокс пожалуйста тут какая-то 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 блокировка возможно дело в этом предыдук 40 ну в общем идея стоит в том что вы просто на реды доксе говорите из какого места публиковать и она оттуда публикует а вот ну он просто заблокирован вы знаете реды докс реды доксорг заблокирован именно вот егор говорит что с вопеном работает у меня тоже с прокси работает ничего себе скоро вообще все заблокируют ладно проехали пока тем более что мы не будем не будем про это прямо сейчас разговаривать идея состоит в том что вы при публикации код на гитхаб можете автоматом публиковать вашу документацию на реды докс вот вот прям автоматом просто указывая из какого гид репозитория вы хотите опубликовать этот самый документацию а дальше сфинкс запустится сам то есть сборка документации будет подходить у них там на реды до 40 такая вот такая вот интересная вот значит так что сфинкс для того чтобы начать ваш проект сопровождать с нужным количеством док стрингов это кстати надо было сказать в прошлой лекции есть куча разных скриптов которые позволяют сгенерировать болванки этих до стрингов а дальше вы их туда впишите что надо вас и скрипт вим есть соответствующий и вот такой вот модуль который этим занимается вас ну в общем много чего вот видите он сам сам на основании вот таких параметров сделает вам разблюдах у этих параметров и возвращаемых значений а дальше вы туда впишите собственно описание того что происходит вот но это еще не все и по возможности в вашем семестровом проекте тоже помимо выгонки технический документ документация с помощью сфинкса должна присутствовать какая-то еще документация как минимум одного но лучше даже двух родов начнем с необязательной части который может просто не случится эта документация в самой по самому продам программу продукте если вы пишете какой тугой наверняка там должен быть help если вы пишете какую-то командную строку наверняка там тоже должен быть help man page и все такое вот значит здесь никаких суперских инструментов предложить нельзя за исключением того что например если вы пишете сложную командную строку то есть утилиту с разбором командные строки развесистым то в действительности вам придется все равно пользоваться каким-нибудь хорошим годным инструментом разбора командной строки например arc парс там это это реально мощная штука там можно несколько разных парсеров совмещать вот это все и arc парс автоматом формирует help в этом его главная фишка вот когда вы задаете функции вы сразу говорите что они умеют такое ощущение что это у меня брузер шалит потому что у меня и здесь видите очень узкая это самое да такое ощущение что ли шалит брузер ну ладно пускай пока пошалит следующий раз подумаем чем чем не так да так вот я к чему что инструмент да блин не видно зато сейчас у клик функционала больше просто клик не входит не входит в стандартный модуль и хотя это тут маркизио спрашивает относительно cmd также самая ситуация смд помните такой модуль с помощью которую командная строка пишется когда вы задаете вашу команду док стринг не автоматически становится help'ом который выводится там по соответствующий по соответствующий по соответствующей команде help тут маркизио спрашивает про клик давайте поищем клик 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 вот я думаю что там такая же история с кликом клик это тоже штука для написания командной строки вот что случилось с этим броузером бред какой сейчас я попробую посмотреть а здесь все нормально кстати сказать из финса можно генерировать man page если вы написали документацию на сфинкс вы можете сканируете в формате не хотим или man page да для некоторых случаях это важно если вы пишете утилит командной строки вот а указывайте в специальный специальном специальной этой самой специальный клаузе man pages то есть не из всяких страниц можно этим он пейджи генерить только из некоторых что собственный и вот точно так же как мы с вами носить проходили конвертер который назывался хелп туман для питонов скворк парс есть специальный модуль который делать из newman page так что вот ну и наконец последний на сегодня тема которую собственно на которой осталось минус одна минута но давайте все таки я чисто на пальцах расскажу а дальше как бы все равно мы ничем заниматься этим не будет помимо документации технической которую вы выгоняете из исходных текстов разумеется должно быть документации на сайте самый простой способ организовать документацию на сайте это если вы пользуетесь если вы пользуетесь хостингом который умеет ридми формате markdown показывать вот вам типичная документация на сайте одностраничная это просто ридми . md markdown а и рост и неправа не маркдаун ристропчат текст ридми . и рост и вот вот этого самого духу дать посмотрим нас не обманули нас не обманули это рост и то есть гитхаб гитлаб и еще кое-что и вообще все кто умеют в питон умеют показывать restructure тест очевидно потому что потому что докутился если вам нужно более сложное что-то чем одна страница то есть некое дерево это дерево надо где-то публиковать самый простой способ это дерево опубликовать на редодокс потому что это практически автоматическая вещь вы делаете специальные специальную ветку в которой формируете вот эту документацию для публикации и говорите редодоксу публикуйте и там вам все что угодно можно прочитать вот вот например очевидно что это не техническая документация публикула документация опубликованы на редодоксу если вы хотите это где-то делать нам условно у себя или рядом с вашим проектом вы можете воспользоваться свойством хостинга который к так называемый вики на самом деле он не вики а просто такой сайта генератор можно 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 сделать и на можно сделать и на 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 гитхабе если на гитхабе есть причем до хобби на гитхабе есть вики страницы так называемые это когда вы делаете просто гид в котором лежат markdown или рст исходники и они рендерятся а можно еще гитхаб пейджерс гитхаб пейджерс это прям такой сайта генератор там у них используется по моему джекил вот то есть там прямо вы пишете исходники до сайта целиком и прям сайт публикуете вот ну у нас нет уже времени чтобы разбирать как это сделано на циркате вот еще варианты еще варианты вы берете любой публикатор и берете какой-нибудь статический сайт генератор я рекомендую pelican pelican эта штука которая умеет опять restructure текста more down и предназначена для того чтобы из исходников генерировать сайт вот ну скажем так перегенерировать в тех местах где вы что-то поменяли инструмент достаточно мощный достаточно сказать что на pelican написан сайт ядра linux например вот просто если у вас нету задачи там все привязываться к чему-то хоть на конкретно своем хостинге публиковать вот пользуйтесь например pelicanом сайта генераторов на свете кучу вот все значит к сожалению вот эту часть я не успел обкликать но там все равно было бы она чисто обзорная значит еще раз либо вы делаете вики на своем сайте ну на этом самом на своем был на своем этом или как тут написано блогике да либо вы пользуетесь от сайта генераторами при прилагающимся к соответствующим движкам либо вы используете свой собственный сайт генератор просто публикуете то что он нагенерировал где-нибудь на каком-нибудь сервисе все домашнее задание относится к семистровому проекту вашем семистром проекте должна появиться нормальная техническая документация выгоняемая с помощью автодока и сфинкса именно сфинкса вот и к вашему проекту должна появиться статическая документация ну такая которую пользователи читают так чтобы они могли ее прочитать в том объеме в котором достаточно для того чтобы они все подняли ну вот собственно все вот здесь недоделанный пример потому что тут только одна страница я хотела сделать как раз пейджис но не осилил в прошлом семестре вот но зато вот тут много примеров того как устроена документация тот самый вот вот этот вот проект все значит если есть вопросы задавайте следующий раз у нас наверное тогда перевод интернационализации нашего программного продукта вот если вопросов нету тогда видимо до встречи кстати обратите внимание что redox работает не работает только титульная страница вот так то он работает тогда значит до встречи в следующий раз до сетями разобрался да вот завтра все 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 всю работу над ошибками про сети про сети завтра сделаю пока все тогда всем 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 всего доброго давайте надеяться на лучше и до связи